На дворе весна. Это означает, что совсем скоро начнется череда праздников, как духовных, религиозных, так и светских. Я готов представить гостя. Сегодня в гостях у нас Валентина Федорова, начальника отдела искусств и учебных заведений Управления культурой и культурного наследия администрации Симферополя. Доброе утро. Я рад вас приветствовать и позвольте сделать вам комплимент. Вы сегодня просто прекрасны. Ваше платье украшения нашей студии. Спасибо. Ну, рассказывайте, как началось ваше утро? Вы уже готовитесь к Масленице? Конечно, конечно. Утро, даже несмотря на то, что оно пасмурное, оно все равно в душе уже говорит о том, что скоро будет праздник. Праздник не только Масленицы. Вот совсем скоро была реклама о том, что будет у нас День защитника Отечества. Я хотела бы поздравить всех мужчин с этим замечательным праздником, пожелать им здоровья, творчества, счастья, вдохновения и, конечно же, удачных, незабываемых выходных. Ну, а с 24 февраля уже начинается Масленица, то есть недельная праздничная программа. В городе Симферополе в это время будут проходить мероприятия, но по учреждениям культуры и образования. Это готовят все, готовятся и ждут этого замечательного праздника. Ну, а кульминация – это, конечно, последний день, когда мы будем проводить праздник в городе. Ну, Валентина Владимировна, давайте по порядку. 24 числа стартует Масленичная неделя. Как правильно ее встречать? Встречаем. Ну, вы знаете, это по канону. Там каждый день Масленицы, он определенный. Поэтому сейчас я думаю, что говорить, ну, мне об этом не совсем удобно. Я знаю, что все жители не только столицы нашей, но всего полуострова и нашей необъятной родины знают, что это, как мы встречаем. Это блины, это, безусловно, тот атрибут, который должен быть целую неделю у нас на столах. Валентина Владимировна, а лично вы будете соблюдать этот канон блинный? Ну, если получится по времени, потому что, как бы, работа забирает очень много времени. А как вы встречаете такие праздники обычные? Только не говорите, что на работе. Нет, не на работе. Ну, после работы обязательно дома. И когда там, допустим, есть встреча зятьев или встреча тещ в определенные дни, среда, четверг, то тогда, безусловно, печем блины, встречаем своих родных и близких. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия готовит ваша служба для жителей и гостей Крымской столицы? Ну, вот в эту неделю только по учреждениям будут проходить мероприятия. А что будет? Ну, различные посиделки, встречи, вот как раз вот с атрибутом блинами, где будут встречаться знакомые люди, проводить в библиотеках огромное число мероприятий пройдет в эту неделю. Ну, смотрите, яркая, так скажем, вишенка на торте, это будет в воскресенье. Конечно, да. В воскресенье. Расскажите, куда идти, кто может приходить и как одеваться, что с собой взять? С собой брать, конечно же, хорошее настроение. Мы всех приглашаем. Уже традиционно у нас есть сквер Тренева. Это уютный сквер, в котором проходит, как обычно, наше праздничное мероприятие, последнее, прощенное воскресенье. В этот день у нас огромное количество мероприятий проходит вот это на этой площадке локальной. Там будет стоять большая сцена. На этой сцене будет проходить театрализованное представление. Оно называется «Однажды на Масленице». Это представление готовят лучшие творческие коллективы Симферополя, культурно-досуговые центры. Кроме этого, у нас на этой же площадке будут проходить выставки, будут проходить декоративно-прикладного, будут выставляться картины художников, будут представлены работы не только детей, допустим, школы искусства или художественной, но и преподавателей. Кроме этого, на этой же площади, в этом сквере, гостей из Симферопольцев будут встречать скоморохи, будут встречать ростовые куклы, будут проведены мастер-классы, анимационные программы с 12 до часа. Вообще программа начинается с 12 и где-то до 5, может быть, там будем смотреть, как получится, как народ будет веселиться. Блины можно будет отведать? Да, да, конечно. Будет торговля, будет печь блины, но все как положено. Ну, смотрите, Валентина Владимировна, ежегодно проводится Масленица, конечно же, по традиции, но чем будет примечателен этот год? Может быть, что-то особенное? Ну, она каждый год особенная, потому что каждый год разная, нельзя сделать программу одну и ту же, поэтому постоянно меняются и творческие коллективы, и концертные номера, то есть это ярко. У нас, по традиции, мы любим смотреть не только концертные номера, мы любим смотреть соревнования. У нас в этом году будет точно так же представлено управление спортом, молодежи будут показывать свои боевые искусства, будут показывать спортсмены свое мастерство, богатырские игры, будут конкурсы, очень много будет конкурсов, будет много подарков, то есть должно быть весело. Будут встречать корабельники, раньше у нас этого не было. Это переодетые вскоморохов и вкоробейников аниматоры, которые будут раздавать подарки за частушку. То есть вы поете частушку, они вам дают подарочек. Прекрасно. Мы с Антониной обязательно присоединимся. Буду рада. Вопрос такой деликатный, скажем. Поделитесь каким-нибудь авторским рецептом блина. Ой, это очень сложно, потому что у каждой хозяйки свой, конечно же, рецепт. И, честно признаться, я не знаю, как поделиться, потому что в любой день, если ты имеешь хорошее настроение, у тебя блины обязательно получатся. Но с чем блины самые вкусные? Ну, я думаю, тоже, опять же, на любителя. Мне больше нравятся блины с икрой. У вас прекрасный вкус, я должен отметить. Да, ну и, конечно же, сладкие, как обычно. Вы знаете, на самом деле Масленица один из моих самых любимых праздников, потому что, когда я была маленькая, мы с родителями абсолютно всегда отправлялись на подобные мероприятия. И участвовала я один раз в конкурсе, где нужно было на скорость съесть лимон. Так получилось, что это мой любимый фрукт. Вот, и, да, и были тоже призы. Скажите, какие конкурсы и какие мастер-классы? То есть даже для детей будет возможность повеселиться? У нас школа искусств в этом году организовывает конкурс «Разрисуй матрешку». Это необычный, как бы, да, мы будем посмотреть, как это получится у нас. Я думаю, что это должно быть неплохо выйти. Кроме этого, у нас будут конкурсы и на быстроту заплетения косы, и поедание блинов, и бои там мешками. То есть, ну, мы работаем, чтобы это было интересно. В общем, весело будет. К сожалению, время подходит к концу. Я прошу вас напоследок еще раз, так сказать, четко, лапидарно сказать, куда, во сколько приходить за блинами. Уважаемые симферопольцы и гости столицы, мы ждем вас 1 марта в сквере Тринева с 12 часов на празднике проводов Масленицы, потому что кульминацией этого праздника будет, конечно, сжигание чучела. Это обычно, ну, всегда яркое такое мероприятие, яркое такое впечатление остается, жители остаются до конца и ждут, когда это все чудо случится, и тогда со спокойной душой можно приступать дальше к трудовой негативе. Большое спасибо, что вы пришли к нам в гости. Напоминаю, в гостях сегодня в утреннового дня Валентина Федорова, начальника отдела искусств и учебных заведений управления культурой и культурного наследия администрации Симферополя. Спасибо вам, что вы у нас в гостях.